День Ленинского городского округа и города Видное традиционно начинался с благодарственного молебна в Георгиевском храме. Православные верующие собрались на праздничную службу. Вместе со всеми ее посетили представители администрации муниципалитета. По окончании службы благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин поздравил собравшихся. Помолились также и о всех трудящихся на этой земле, и о всех жителей, жителей земли Видновской, чтобы труд был во благо, в радость, чтобы соседи жили мирно и дружно, и чтобы эта земля благоукрашалась улыбками жителей, улыбками детей. Затем глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов вместе с почетными гостями возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы. Тем самым почти в память павших на полях сражений. Ведь во многом, благодаря их подвигам, сегодня мы празднуем очередную дату со дня основания города. Также представители администрации осмотрели недавно открытый монумент «Стена памяти», после чего отправились на выставку предприятий и организации муниципалитета, расположившуюся на советском проезде. Торговый центр «Формула-Х» специализируется на товарах для активного отдыха и мототехники. Недавно мы заключили партнерское соглашение с мотобольным клубом «Металлург», и в ближайшее время планируем у нас открытие Аллеи Славы, посвященном звездам мотоспорта, на которой первая звезда будет посвящена как раз-таки мотобольному клубу «Металлург». Хотели бы, пользуясь случаем, вас пригласить на открытие этой Аллеи Славы. Одним из самых ярких мест на выставке стал оранжевый шатер компании «Спасские партнеры», которая занимается производством специй. «Все очень просто, для любых блюд подходит. Все, кто пробовал, всем нравится. Не знаю, может кто-то, конечно, скрыл и... Влад, тебе понравилось?» «Да, замечательно». «Для любых блюд, для мяса, для салата, для первых блюд». Посетители выставки могли познакомиться с деятельностью образовательных учреждений, логистических предприятий, медицинских центров. На ярмарке вакансий жители города имели возможность подобрать себе интересную работу. «На данный момент в нашем каталоге представлены вакансии от 50 компаний Ленинского городского округа. Всего вакансий порядка 150. Это вот мы за месяц собрали такую базу. Мы будем рады помочь жителям Ленинского городского округа работать, не выезжая в Москву, минуя все пробки и приносить благо нашему округу». За время пандемии видновчане соскучились по массовым мероприятиям и радовались празднику. «Очень понравились. Концпарк понравился, детишек очень много. Коби Геймс тоже, кстати говоря, не было, не видела раньше. Вот с этих комплект. Крупное предприятие достаточно, я знаю, много видновчан работают с этих комплект. «Каждый выдает какой-то подарок, чем занимается их организация. Так интересно ознакомиться с продукцией». Тем временем праздничный день только начинался, и все самое интересное было впереди. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.